Юрген Лайтнер, тупой ёбаный идиот, Юрген Лайтнер, прости господи, дурак, коллекционирующий книги, жрущая пыль крыса, старый мудак, гоноголовый идиот, аватар шлюхи, главный клоун цирки, высмеянный из города ковбой, ебучий Юрген Лайтнер. Прекратите пинить меня, когда я говорю о Юргене Лайтнере. Я ненавижу его всей душой. Почему у него столько ебанутых книг? Почему он решил проебланиться там-сям, собрать их и потом проебать? Он умер? Он мудак? Мужчина, который произвел настолько висцеральный эффект на мою жизнь, даже не был со мной в одной комнате. Никогда не видел его лицо, но я знаю, что у него самая уродливая борода в мире. Отъебитесь от меня. Если я захочу в рай, и бог скажет, Юрген Лайтнер ждет внутри, я носу господу на ноги, чисто ради того, чтобы меня сослали обратно. Если я услышу хоть одно слово из уст Юргена Лайтнера в подкасте, я не только закрою окно, я удалю свою закладку без раздумий. И мне придется переслушать все шоу ради того, чтобы была возможность пропустить все моменты, когда его упоминают или когда он жив. Я даже не знаю, почему так сильно его ненавижу. Он коллекционирует книги, но я просто бешусь, потому что я злей. Ему лучше бы иметь охуеть какую сратую предысторию, чтобы объяснить это. Если он просто какой-то богатенький придурок-фанат крипипасты и захотел реальную версию, то я ебнусь. Лучше бы ему иметь книгу, которая заставляет его убивать, потому что если такой нет, то я заставлю его. PayPal.com. Я, блядь, ненавижу Юргена Лайтнера. Эпизод даже не про него. Косвенно упомянуто то, что должно быть его библиотекой, и я нахуй в ярости. Где он вообще? Ему лучше бы быть мертвым, потому что если он жив, это ненадолго. Жалкий старикашка. Я ударю Лайтнера в его грустное хилое лицо, и стариковские косточки просто разлетятся над куски под моим эпичным, огромным, мускулистым кулаком. И он дезинтегрирует до одной последней книги, которую он держал при себе все время, названную «Теперь ты проебался» на древнем идише. Я не дышу, я гипервентилирую сейчас. Я надеюсь, что есть дата, когда Юрген умер или умрет, чтобы я мог сделать напоминание на моем телефоне. Каждый год в этот день я буду видеть его и делать что угодно, но не отдавать дань уважения человеку, который владел огромным количеством книг, слишком ебнутыми, чтобы быть реальными.